В Ухте начала работать комиссия, которая обсуждает варианты размещения творческих коллективов, которые раньше работали на Горького 10. Здание призвано аварийным, и многие кружковцы остались без крыши над головой. В комиссию вошли руководители муниципальных управлений культуры, спорта и образования, Совета города, общественной палаты КОМИ. Елена Кононова выяснила, куда предлагают перевести многочисленные творческие объединения. Спортивный зал Центра развития детей руководители отвергли сразу. По словам тренера по карате Татьяны Полищук, здесь заниматься опасно. Два года назад зал закрыли из-за аварийного состояния, и с тех пор там ничего не изменилось. Была ситуация, когда мы сидели под злополучными стеными блоками, и, можно сказать, что Бог меня уберег, и мы с четырехлетними детьми только перешли на другую сторону, выпадает стеклянный блок, и падает именно на то место, где мы находились с детьми. То есть, если бы мы там остались, стеклянный блок упал бы на голову ребенка, соответственно, голову пробил бы, ну и под суд пошла бы я. Другое помещение – планетарий. Как временный вариант устроил два танцевальных коллектива. По крайней мере, в нем можно готовиться к фестивалю. В целом, это помещение временно дает, конечно, надежду на развитие в плане танцев, да, то, что мы можем посещать эти мероприятия. Но это очень-очень временное такое решение, которое как бы не спасает в целом ситуацию. Потому что, если вы знаете помещение планетария, да, но как бы довольно-таки небольшое, все-таки душноватое, без окон, это не то помещение, где можно было бы полноценно все-таки заниматься. После осмотра помещений Центра развития детей комиссия обсудила возможные варианты размещения оставшихся коллективов. Член общественной палаты Дарья Шучелина скрупулезно записывала все предложения. Она же озвучила позицию вице-мэра Виктора Шомесова. Сговаривали мы с Шомесовым еще после переговорной площадки. Он сказал, что, ну, там совсем такой безумно пессимистичный срок – это месяц. Ну, может быть, чуть больше. Ну, как бы, лучше брать худший вариант. Конечно. Вот. Значит, ну, там месяц, там месяц и неделя. Он говорит, ну, вот примерно так. То есть, и мы сейчас с вами говорим о вашем нахождении в каких бы то ни было помещениях на этот период. Потому что когда будет заключение экспертизы, мы соберемся еще раз. После встречи члены комиссии направились по объектам, чтобы самим осмотреть их и убедиться, что они отвечают или наоборот не отвечают тем условиям, в которых могут заниматься дети. Ведь к таким помещениям предъявляются особые требования. Продолжение следует... Продолжение следует...